Уважаемые коллеги, добрый день. Я надеюсь, вы мне позволите озвучить такую мысль, которая пришла сейчас. Мы же в этом году собрались с вами первый раз вместе. 8 сентября 2012 года ушел с этого плана великий пилософ, основатель русской эзотерической школы Теософии имени Елены Петровны Блаватской, Владимир Анатольевич Баканов. Это человек, который систематизировал впервые метод изучения тайной доктрины и других трудов Елены Петровны Блаватской. Я бы хотела, если вы позволите, вочтить память великого Теософа, труженика и сподвижника, минуты молчания. Мысль сегодняшнего дня так потрясающе связывает все доклады, которые сегодня в этом дне мы имели возможность прослушать уже. Елена Петровна Блаватская в «Жемчужине Востока» пишет на 25 марта, сегодняшний день. «Веди меня от миража к реальности, веди меня этим и к свету, от смерти к бессмертию, веди меня». Вот такая мысль сегодня красной нитью прослеживается во всех докладах. И это ощущение связующего звена сегодня, как синтеза, я постараюсь в своем докладе выявить. Я уже могу начинать? Две минуты прошло? Мой доклад называется «Синтез как метод формирования пути к единству». В этом докладе использована схема Владимира Анатольевича Баканова «Калачакра и планом бытия». Определение понятия единства. Елена Петровна Блаватская в своем фундаментальном труде «Тайная доктрина» дает нам определение понятия единства как божественной сущности или божественного единства, откуда все исходит и куда все возвращается. Единое сущее божество есть сокровенный, живой или движущийся огонь и вечный свидетели этому невидимому присутствию – свет, тепло и влага. Эта троица вмещает в себя все, является причиной всех феноменов в природе. Для начала давайте рассмотрим символизм, единство его аспектов. Круг, как мы знаем, это первая символическая фигура, его окружность, как мы тоже предполагаем, это вынужденный относительный символ в силу ограниченности человеческого ума. Пространство не есть беспредельная пустота и условная полнота, но вмещает в себя оба эти понятия. И это первое и есть нам указывает тость синтеза или соединение двух противоположностей беспредельной пустоты и условной полноты. Мысль-основа, корень каждого индивидуального сознания, тождественность всех душ со всемирно превышенной душой, единый принцип в двух аспектах Парабрахмана и Муллопракрития, принцип совокупности, совокупность состояния сознания и есть разум. На основании этого, главного принципа Терсофии, аналогии, рассмотрим человека. Человек, как микрокосм. Нет, вы идете вперед, назад вернитесь. Нет, вы идете вперед, назад вернитесь. Или свет. Как свет описан в тайной доктрине? Это сифироты, описанные как свет. То есть сами они являются его функцией, на самом же деле они тоже, что и манифестации нсов. Первый Адам Кагмон есть синтез десяти сифирот. В первой томе тайной доктрины четвертая станция звучит так. Из лучезарности света, луча вечной тьмы, устремились в пространство энергии Триан и Когана. Следующий слайд. Единый язычца, 6 и 5, нам дают число 1065, являющееся измерением перворожденного. Позднее он становится мужуженственным брамом поджапати, отвечающим числам 7, 14 и 21, что соответственно мы понимаем, что это одна семеричность, вторая семеричность и третья семеричность. Рассмотрим эти числа 1065. 10 это первый луч или космос, 6 это природа или кетерограмматон, и 5 это человек. 10, 6 и 5, и мы видим первую дифференциацию и траекторию света. Космос, природа и человек. В сумме 1065, 21, а 21 это есть три семеричности. Давайте рассмотрим три семеричности по планам бытия. Пожалуйста, вот здесь структурная схема планов бытия, где мы увидим первую семеричность, та первая троица, или первый абстракт на трехугольник, или три первых силы, которые падают в четвертое состояние. Четвертое состояние это божественный свет, это векая божественная четверица. Так, три упадают в четыре, дают первую семеричность на плане прообразов. Следующий план, ямкогонический, мы видим семилучивую звезду, и это и есть проявление космоса. Следующий план, вещественное и образовательное, мы видим природу, и она также семеричная, и в конце концов в самом плотном нисхождении этих энергий или света рождается человек. Главный принцип теософии, как вверху, так и внизу. Мы понимаем, что все во Вселенной стремится к проявлению. И вторая дуга, все во Вселенной стремится к завершению. Если мы посмотрим на схему, мы увидим, что начало нисхождения и проявляется в этой самой плотной точке, и потом идет к завершению. Начало и завершение находятся на одном плане. Так замыкается круг. Что это такое? Это единство? Тогда завершение, это и есть единство в одной точке. Рассмотрим по планам бытия. План Духа вне форм, первые три плана, плана бытия или Духа. Следующий план прообразов. Мы говорили о первой семеричности, которая собирается как три в четыре. Это единый. Отсюда начинается эволюция человека. Здесь собирается монада. И далее идет проявление. Следующий план разума и творчества. И он тоже семеричный. Мы видим семилучевую звезду в свете. И это есть иерархия Тхиан-Коганов или единый луч. Все есть иерархия Тхиан-Коганов. Только эта траектория света, проходящая через материю, она имеет свои свойства и свои аспекты. Так, план вещественное и образовательное дает нам шестиучевую звезду или природу. И он тоже семеричный. И, наконец, план проявленный или форма, там, где рождается человек, Земля проявленная. Он также семеричный. Понимание единого происхождения Вселенной и человека и человека как отражение микрокосма дает понимание и принятие понятия единства, которое соединяет в себя понятия понятия высшего и низшего, проявленного и непроявленного, видимого и невидимого, соединяет в себе все принципы света, являясь синтезом. Мы просвидели сейчас, как Боги и люди рождаются или начинают творить из единой точки единого. Духи, Боги, люди. Этот единый – это вселенский непреложный, вечный и абсолютный принцип единства. В его первичном движении он становится центробежной и центростремительной силой, духом Вселенной или космической мысли основы, логосом или синтезом. Центробежная и центростремительная сила – две силы противоположных. Синтез, как известно, это соединение противоположностей. Когда соединяются две силы центростремительная и центробежная, происходит единство этих сил или рождение сознания – символ круг. Два противоположения всегда утверждаются взаимно или одновременно. Когда одна часть стремится к обладанию видимости, другая часть стремится к невидимости. Центробежная сила – выдох от центростремительной силы – вдох. И эти две силы встречаются вместе в плотном форме или в плотном глобусе Земля и Человек. И так дыхание становится жизнью, которая стремится к завершению или единству. Рассмотрим такая схема, структурная плана бытия, когда две семерки, или видимая, или невидимая, проявленная и непроявленная, сходятся в одном вечном дыхании. Центробежная, центростремительная сила, как вдох, на первых трех планах бытия, соответствует высшему маносу или неподвижному уму, или той самой материализации духа, которая сейчас начнет нисхождение или шести. И центробежная сила, выдох, соответствует низшему маносу или подвижному уму, пране, речь. Это и есть одухотворение материи, девятка. Их соединение происходит в шестилучевой звезде, в самом центре этом сердце, которое является жизненный ветер, или пупок. То есть вдох и выдох, это и есть дыхание или жизнь. Так, дыхание космоса аналогично переходит в дыхание человека, когда человек рождается. Рассмотрим эти же принципы человека по планам бытия, жизненное дыхание человека. Принципы человека атма-будхи, выше манос, нише манос, астральное тело и эфирный двойник. Невидимое проявляется или стремится к проявлению, а видимое или проявленное наоборот стремится к невидимому. Так две силы, центробежная и центростремительная, в человеке, в самом соединяются. А соединяются они в сердце, в нише маносе. Это Юпитер, кстати, Таня. Или сердце. Или божественный ум, который соединяет эти две энергии, и человек начинает дышать. Так вот физическое дыхание, как вдох и выдох, это оказывается мы дышим божественным разумом или сердцем. Мы с вами живем, потому что наше сердце бьется. Имея этот великий синтез, две соединения противоположных сил, два соединения противоположных сил. Удивительно, что если мы рассмотрим эту же траекторию снисхождения и восхождения по планам бытия, да, мы уже определили план прообразов, фианкогонический план, план вещественно-образовательный и план проявленный. Посмотрите, нисхождение, это центростремительная сила, это есть инволюция. Восхождение, это центробежная сила или эволюция. Так рождается человек, в этой точке его плотное тело соединяется и мы начинаем восходить. Но это же все есть единое тело, семеричное. Значит, для того, чтобы мы начали эволюционировать, можно сначала инволюционировать или упасть, да, и дойти до своего тупика. дыхание вечной жизни выражено через духотворчество человека. Вот в этой каждой точке, будь это явление, сознание или принцип, оно само по себе семерично. И удивительно, что... Следующее. Удивительно, что каждое это явление, оно соединяет центростремительную центробежную силу или соединяет две противоположности дух и материю или соединяет вдох и выдох, являясь этой жизнью или теплом. Любое явление. Так, синтез соединения двух противоположностей или двух сил в каждом явлении. Так, каждый глобус семеричен, каждая раз и семерична, каждое сознание семеричное и так далее. А седьмое состояние есть соединение двух противоположностей. Удивительно, что здесь происходит. Как только Появляется седьмое состояние, а Елена Петровна говорит, что седьмого состояния не существует, а существует лишь первое. Это по поводу седьмого луча потрясающая идея, да? Его не существует, потому что он переходит на следующий цикл или другое явление, являясь первым или проявляясь. Семь, семерка, дает смещение, великое смещение, и тогда центростремительная сила становится центробежной, а центробежная, центростремительная, и происходит полный обмен энергии, смена явлений, они сливаются едино. Так дух становится материи, в последующем проявлении материи становится духом. Такая отгадка тайны, да? Что есть седьмой? Соединение двух противоположностей, которых не существует в данный момент, потому что это и смещение или переход на следующую ступень. Мы так восходим с вами, так восходит сознание, так эволюционирует человек, так эволюционирует космос, природа и человек смещениями, потому что это последующая ступень восхождения. Дыхание жизни или вечной жизни выражено через Духотворчество на Земле или через человека. Так нить единая соединяет творчество космического магнита или вечного дыхания с Духотворчеством человека. Соединение двух противоположных сил, центростремительное и центробежное, есть дыхание жизни или синтез. Как мы поняли, что такое Духотворчество? Это и есть то самое соединение видимого и невидимого, когда происходит смещение или синтез. Так путь восхождения или ступень следующая. Как определить этот путь Духотворчества или единства или синтеза? Вы знаете, всегда, и мы это видим и знаем, есть веки и знаки, эти бриллианты понимания, разбросанные по учению. И все эти знаки описаны, и в них даны подсказки, и даны объяснения. Но удивительно, что только сам человек может пройти это и заметить это, и применить это. Механика здесь бессильна, поэтому из воплощения в воплощение остаются только понимание и знание Духа. То есть собственное понимание, собственное творчество или самодеятельность, или синтез. И это есть главная задача каждого человека. Поэтому написано, возвеличим творчество жизни. Уничтожить путь невежества можно лишь пробуждением творчества. А творчество возникает в синтезе. Поэтому все учителя собирали группы, учили взаимодействовать, учили сотрудничество. Индивидуальная, интимная работа – это как внутренняя форма. Следующий слайд. Следующий слайд. Чуть опаздываю. А, тогда назад. Извините. Еще? Остановимся. У вас другая презентация. Ну ладно, ничего. Так соединяется внешняя форма и внутренняя форма. Ту же самую схему, которую мы с вами рассматривали, концентростремительную центробежную силу, как инволюцию и эволюцию движения. Мы рассмотрим нисхождением света, как из вне вовнутрь и изнутри наружу. Так соединяются две формы – внутренняя и внешняя. Сначала человек собирает внешнюю информацию, и человек живет внешней формой. Так происходит всегда. Так происходит всегда. Так, что он начинает делать. Так, что он начинает творить или самостоятельно мыслить. То есть продолжать учиться, потому что из нас никто не знает его в законченности смерти. А продолжая изучение, именно изучение или делимость своего понимания с общим, мы расширяем сознание, делаем открытие, выявляем синтез или смещение «е», которым мы восходим. Так как смещение есть седьмое состояние, есть последующая ступень в глубине своего «я», ибо в нас есть всё. То самое смещение, тот самый синтез или седьмое состояние, или седьмую луч – это мы с вами сами. В тот самый миг, когда две силы начинают полный обмен энергиями, когда внешнее становится внутренним, и когда свет внешний, который попадает в то самое наше сердце, да, оно, кстати, семерично, или божественный ум, начинает сиять изнутри наружу, выявляя тепло. С каждым новым воплощением мы оставляем частичку низшего манаса, и когда-нибудь он полностью будет исчерпан, так восторжествует высший манас, который есть связующее звено с будхи. Эти моменты уже мы можем сейчас прочувствовать здесь, в этом воплощении. Это миги любви ко всеми, ко всему. Свет заполняет сердце, и появляется тепло. И это происходит тогда, когда человек начинает творить, и начинает проявлять самодеятельность. В этом процессе, и только в этом процессе исчезает самость. Появляется всепрощение, понимание, любовь и принятие единства в этом миге. Есть такое выражение в тайной доктрине, чем выше, тем больше единения. И вот это понятие выше и есть состояние глубочайшего сосредоточения в себя. Не выше куда-то, а выше к себе, к своему внутреннему я. Так мы выявляем свет и снаружи, вовнутрь. Так происходит синтез. Так происходит завершение. Или соединение внешнего с внутренним. Посмотрите, именно свет соединяет все планы. Так джью становится фахатом на плане разума и творчества. Далее становится дживой на плане вещественного образовательного. И на самом плотном плане праной. Что есть этот цвет? Единый луч. А он, кстати, белый. А еще более конкретно, он серебристый. Вся остальная проекция лучей, какого бы они цвета ни были, они ведут к единому лучу, серебристому или белому. И это есть движение духотворчества. Каждый волен сделать свои выводы. В огнею Елена Ивановна пишет. Можно понять разумом, но важно в улыбке духа. Так вот, духотворчество человека – это и есть улыбка духа или синтез. Елена Ивановна продолжает в своих письмах. Синтез духовности – самый редкий дар, ибо он зажигает свет мира. Сравнительно со светом мира ничто не сравнит. Свет обжигает. Но его луч ищут. Как найти луч, свой луч? Это произойдет тогда, когда мы найдем единый луч, который ведет к единству, который все объединяет. Это и будет наш личный луч, наш собственный. Потому что единый источник сотворения мира, космоса, природы и человека единый. Возникает вопрос, как прийти к единению, и возможно ли вообще соединение противоположностей. И учение Махатман нам дает веки указа учителей о необходимости развития сознания, расширения и вмещения сознания. И если проводить аналогию между единым источником создания Вселенной и рождением человека, то очевидно, что только через творчество мы можем соединить противоположности и выявить синтез. Так все во Вселенной. Стремиться к проявлению. И все во Вселенной стремится к завершению. Это есть единое состояние синтез проявленного и непроявленного. Учителя пишут, когда мы собираем дугу сознания, то круг завершается. Давайте рассмотрим эту мысль по Калачакре. Мы уже знаем, что сектора Калачакры соответствуют станциям тайной доктрины. Так, начиная с сектора Овна, Тельца и Близнецы, это три верхних плана, плана Духа вне форм, мы не спускаемся на план прообразов, это сектор Рака. Отсюда начинается эволюция человечества, это монадический план. Дальше идет план астрального света, план, дальше идет пьянкогонический план, план разума и творчества. Далее план астрального света, план вещественной и образовательной, сектор Девы, где есть те шесть сил шахти, о которых Любовь Николаевна говорила, которые собирают семеричного человека в последующих шести секторах, до сектора Рыб. Так мы проходим сектор весов. Удивительный сектор и единственный сектор, который соединяет внешнее и внутреннее. Сектор уникальный, его раньше вообще не было, он был сокрыт, этого знака Зодиака. Потому что он дает седьмое состояние восхождения или проявления человека. И как только внешнее заменяется внутренним, в этом секторе рождается духовный человек, сектор Скорпиона, Первые Аводы. А далее Агнишваты в этом секторе, Стрельца, одаряя человечество, Выше Манаса мы знаем, да? А дальше Бархишады телом, а дальше Водолея возникает или рождается новое сознание. И рождается тело человека или плотное, сектор Рыб. Так последовательно, недавно, собираются в единый круг или сознание. Так дуга сознания или змея жёлтая закусывает свой хвост, олицетворяя кольцо не приступи. Это есть совершенное сердце, и это есть великий разум. Змея символизирует разум. Цвет жёлтый, путхи или сердце, шестое состояние, соединение. На Калачакре это шести лучевая звезда, которая соединяет шесть направлений пространства в седьмом, в точке, в центральной точке. А это есть синтез движения мысли. Мысль становится единой. Так круг завершается. И что происходит? Происходит рождение Духа. Тигр красный. Последний принцип на едином круге. Тигр это рождение, цвет красный это огонь или дух. Рождение Духа. Через рождение духовных знаний. Далее мы смотрим Красный Заяц. Заяц это знание, цвет красный, дух. Посмотрите, удивительно, что между Красным Тигром и Красным Зайцем проходит фахотический луч, который соединяет проявленное и непроявленное, видимое и невидимое. Это есть творчество или движение седьмого луча того самого, который соединяет всё. Это и есть смещение. Так через фахат или духотворчество происходит седьмое состояние или синтез. И начинается новый цикл. Заяц первый становится. Заяц становится первым. И начинается новый цикл. Так единство становится завершением. Елена Ивановна Рырих пишет, можно говорить о синтезе, но осознать его в полной мере возможно лишь при больших накоплениях. И разве возможно предположить, что каждый может приобрести за одну жизнь синтетическое сознание? Хотя бы и в той или иной мере, если оно не было накоплено духом на протяжении долгих-долгих тысячелетий, упорного труда на приобретение духовного знания и опыта. Ведь синтез есть самое трудное, самое редкое, самое великое достижение. Именно это венец, завершающий свой земной путь. Сегодня мы находимся в дне синего кабана. Синий кабан, девятый по принципу. В год синего кабана было создано Атеосовское общество Елены Петровны Блаватской. А в день синего кабана мы здесь все вместе с вами работаем на тот самый синтез или свет, чтобы выявить из себя. Посмотрите, какая взаимосвязь. Я только что рассказывала о красном зайце, который олицетворяет новый цикл, когда после семи появляется один. А мы сегодня находимся в недельке красного зайца. Так Кала-Чакра работает уникально, собирая энергии этого дня и недели. Через духовное знание мы приходим к выявлению осознания или сознания мысли, или проявление мысли, кабан синие, проявление мысли. Так мысль великая, которую Елена Петровна Блаватская и Маханба человечества закладывали в жизни Теосовского общества, дают сегодня продолжение в этом дне. Таким образом, путь к синтезу, единению или завершению лежит через раскрытие творческого потенциала в человеке. Главная задача человечества — научиться мыслить. А это происходит тогда, когда человек начинает творить или самостоятельно мыслить. Так начинает работать космический магнит, который пространственным огнем будет и проявляет лучи, потому что космос, природа и человек — единое своеистое выражение или проявление телезовым духом. Так проследить путь проявления, тумбольчества, тумбольчества, завершения, как и путь всего сущего, мы можем делать мыло. Только для нас, как у большинства поначалу, что у одной надежности соединения противоположности выявляется титр, который ведет к изменению телезового решения. Благодарю. Спасибо.